Дарья Федоркина Дарья Федоркина Пообщались с жителями Наукограда, проинспектировали город и побывали на производствах. С официальным визитом БИСК посетили губернатор края Виктор Томенко вместе с полпредом президента в Сибири Анатолием Серышевым. Какие объекты попали под пристальное внимание и какое будущее ждет наш город? Расскажем далее. В первую очередь губернатор Виктор Томенко и полпред президента России Анатолий Серышев посетили ключевые предприятия оборонного комплекса города, которые в условиях проведения СВО выполняют крупные гособоронзаказы. Специалисты не только производят, но и разрабатывают новые изделия. К примеру, создали такой невесомый маскировочный костюм, который не определяют тепловизоры. На этой неделе был, нам прислали сообщение из-за ленточки. У человека был костюм, он был ранен, всю ночь лежал ранен, одел его. Вокруг у кого не было костюмов, те погибли, а его никто не заметил. Утром забрали, он живой, здоровый, сейчас. Помимо оборонных предприятий выпускают уникальную для всей страны продукцию и другие компании «Наукограда». Рукав – одна из двух в стране, которая производит пожарные рукава. Расходятся по регионам и изделия биской льняной фабрики – пряжа, шпагаты и веревки. Это одна из линий по переработке. По переработке «Наукограда»? Да, это бельгийская линия, работает у нас два года. Ну да, у вас была одна, уже такая старенькая, это вы еще одну пожилую тоже взяли и поставили, да? Ну, это новая машина практически. Компании реализуют продукцию и пополняют бюджет региона. Далее средства направляют на улучшение городской среды. Так, на стадии завершения сквер на улице Радищева. Здесь помимо комфортной зоны для отдыха появилась и игровая для детей. Основные строительные работы здесь завершены. Осталось выполнить работы по завозке земли, потом посев травы. То есть, некая такая, как сказать, уже уборка, да, и содержание этого объекта. Помимо скверов, за летний сезон в Бийске преобразился 21 двор. Всего в «Наукограде» за последние годы благоустроили 383 территории. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено 567 миллионов рублей. «Экономика показывает хорошие результаты. Растет налоговая база, в том числе и фонд оплаты труда, с которым формируются и местные бюджеты, и краевой бюджет. Поэтому мы немножечко будем увеличивать уже в этом году расходную часть бюджета. Об этом мы договорились на президиуме рабочей группы правительственной. В общем-то, всем муниципалитетам здесь найдется место и Бийску, в том числе. Какие-то свои самые острые вопросы исполнения своих полномочий решать, это тоже будет сделано». Также губернатор отметил, что важный для края объект коммунальный мост на финальной стадии капитальных работ и запустят по нему движение раньше сроков, заявленных в графике. В планах правительства региона в ближайшем будущем решить вопросы по поводу пассажирского транспорта и обновить автопарк в городе. Олеся Бедарева, Будни. Более 7 тысяч врачей со всей страны стали участниками научно-практической конференции, организованной компанией «Эвалар». Главная задача проекта – актуальные возможности профилактики и лечения в практике врачей разных специальностей обеспечить доступ практикующим врачам в регионах к передовым научным знаниям, актуальным клиническим исследованиям и практикам, а значит улучшить качество медицинской помощи на местах. Более 7 тысяч врачей со всех регионов страны получили возможность встретиться со специалистами федерального уровня, действующими сотрудниками ведущих научно-исследовательских организаций. Это проект компании «Эвалар», главная цель которого – предоставить уникальные возможности врачам на местах в части доступа к новым научным данным, актуальным клиническим практикам, а кроме того расширить пространство взаимодействия с ведущими представителями науки. Мероприятие прошло в гибридном формате. Тысячи специалистов смогли подключиться к конференции в рамках прямой трансляции. Благодаря 21 веку и технологиям, которые мы на сегодняшний день имеем, мы можем действительно ввести новый уровень медицины не только в крупных масштабных городах, а также и в регионах. И это очень-очень ценно. В то же время многие врачи Алтайского края получили возможность лично посетить конференцию и задать интересующие их вопросы экспертам. Я впервые на таком мероприятии. И прочитав программу, думаю, что эта встреча очень актуальна, потому что с нами будут делиться опытом ведущие ученые, ведущие, практикующие врачи, которые мы можем перенять и использовать также это для блага наших пациентов. Я думаю, что эта встреча будет очень полезна, как лично для меня потребителя биологически активных добавок, так и для моих пациентов. Гостям было продемонстрировано производство растительных лекарственных средств в рамках полного цикла от выращивания растений до выпуска готовой продукции. Предметом гордости для Ивалар сегодня является то, что при производстве растительных лекарств удалось заменить поставки растительных экстрактов из западных стран. На предприятии создано лицензированное фармацевтическое производство сухих экстрактов из растительного сырья, которое соответствует международным стандартам качества GMP и требованиям европейской фармакопеи. Одним из самых сильных впечатлений было то, что предприятие обладает полным циклом от растения до готовых форм. И то, что у нас в России сейчас есть предприятия, которые способны выполнять такого рода технологии и на таком уровне, это, безусловно, внушает и уважение, и радость. Я думаю, что растительные препараты российского происхождения более чем конкурентно способны. Я скажу больше, есть клинические исследования, которые сравнивают их с зарубежными аналогами, и они никоим образом не уступают. А сегодня еще раз хочу подчеркнуть, так как я действительно своими глазами увидел производство и качество контроля производства, и качество оборудования. Безусловно, все это, конечно же, аргументы в пользу отечественной продукции. Впечатляет, это мощно, и это, конечно, создает условия для того, чтобы наши пациенты получали продукцию фитопрепарата и БАДы высокого качества, не уступающие по качеству зарубежным аналогам. Далее предстояла работа с представителями научного сообщества в области урологии, гинекологии и нутрициологии. Женское здоровье, проблемы менопаузы, лечение и профилактика заболеваний, мочевыводящих путей, поддержание качества жизни. Сегодня Эволар последовательно работает над улучшением качества оказания медицинской помощи на местах, а также расширяет возможности российских врачей по назначению доступной терапии. Клинические равноценны иностранным аналогам. Юлия Цапко, Андрей Сегаев, Будни. А далее реклама, не переключайтесь. Продолжение следует... Итак, мы продолжаем. Дорожный инцидент с серьезными последствиями произошел сегодня днем на улице Эдуарда Гейдека. Легковой автомобиль загорелся прямо на дороге. Видео с горящим Рено Логан появилось в социальных сетях. Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно. Огонь охватил легковушку полностью. Пламя пожарные ликвидировали, но к месту прибытия пожарно-спасательного подразделения от машины остался только корпус. Люди в этом пожаре не пострадали. Подробности ЧП выясняются. Бейчан от 18 до 45 лет приглашают принять участие в акции по формированию регистра доноров гомопоэтических стволовых клеток. Она будет проходить завтра с 8 утра до 12 часов дня. По адресу переулок Мартьянова, 44. Гемопоэтические стволовые клетки образуются в костном мозге и являются родоначальником всех клеток крови человека. Они способны многократно делиться и дифференцироваться в различные популяции ликоцитов, тромбоцитов и эритроцитов. Гемопоэтические стволовые клетки своевременно трансплантированы больному, способны восстановить полностью его кровотворение и иммунитет. БИСК принимает участие в этой акции уже третий год. Современные клеточные технологии в медицине позволяют успешно бороться с тяжелыми заболеваниями, в том числе с разными формами лейкоза и лимфом. Основное условие успешной пересадки больному донорских клеток – тканевая совместимость. При этом вероятность нахождения совместимого неродственного донора в стране крайне мала – всего 1 на 50 тысяч. А потому очень важно предложить свою помощь. Главное, чтобы вы не болели вирусными гепатитами, туберкулезом, не имели онкологических заболеваний, не являлись носителем ВИЧ-инфекции и не страдали психическими расстройствами. Отметим, что вступить в регистр доноров стволовых клеток довольно просто. Нужно прийти на Мартианово 44, заполнить анкету и сдать всего лишь 3 мл периферической крови. Каждому потенциальному донору присвоят индивидуальный штрих-код. Сведения будут занесены в базу данных в закодированном виде. Если ваш генотип совпадет с генотипом больного, вам об этом сообщат и проведут расширенное обследование. Если ваше желание помочь искренне, добровольное, вы можете заранее зарегистрироваться на портале госуслуг. Тогда процедура регистрации и вступления в регистр займет минимальное количество времени. Мы ждем вас по адресу переулок Мартианово 44 с 8 до 12. С собой иметь паспорт, то есть документ удостоверяющий личность, хорошее настроение и желание помочь. Сто лет добра. Бийский дом ребенка отметил вековой юбилей. Старейшее медицинское учреждение Наукограда стало очагом любви и тепла для самых маленьких жителей города, оставшихся без попечения родителей. День рождения, как и положено, отметили в кругу семьи. Зеленый. Зеленый. И? Синий. Синий. Первые шаги, первые слова. Такие важные этапы жизни некоторые дети переживают без родителей. Стены Бийского дома ребенка помнят немало маленьких побед. За сто лет своей работы медицинское учреждение стало настоящим домом милосердия. От месячных грудничков до четырехлетних любознаек. Малышей объединяет одно. Маму и папу им заменили педагоги. Бийский дом малютки появился в далеком 1922-м. С того времени было пережито многое. Менялись помещения руководителей статус учреждения. Его история, как история обычной семьи, со своими болями, со своими традициями. Сейчас здесь проживает 65 воспитанников. С каждым годом цифра все меньше. И все больше детей находят новый дом. Если правильно подходить именно к понятию дом, то это, конечно, семья. Это большая семья. Но это семья не постоянная, а семья временная, которая дает образование, которая дает социальную адаптацию, которая дает медицинское обеспечение. А самое главное, она помогает приобрести семью и приобрести настоящий дом. Это главная задача наших учреждений. Цветы, грамоты и подарки врачам, нянечкам, медсестрам и воспитателям. Сегодня им особое признание за труд, умение сострадать, за сотни спасенных судеб. Ведь, как известно, именно ранее детство закладывает фундамент здоровой взрослой жизни. От меня мать отказалась с рождения, и я оказался в доме ребенка. И Людмила Андреевна, и предыдущий директор канавалов, не помню, не отчество. Им сказали при выписке, ну, до трех лет, до жил бы. И то, что я сейчас стою здесь, это говорит о том, что коллектив «Дом ребенка» настоящий профессионал. Сегодня семейный альбом пополнился новыми фотографиями. На них счастливые лица, отражающие общие успехи и веру в будущее, которые определенно есть у каждого ребенка. Кристина Чернова, Илья Питков, Андрей Сегаев. Будни. Учат лучше всех. Двебийские школы вошли в десятку лучших учебных заведений Алтайского края. В списке школы, которые готовят наибольшее количество абитуриентов для ведущих вузов страны. Лучшими стали 8 барнаульских школ и 2 школы Наукограда. Это средняя общеобразовательная школа номер 3 и бийский лице-интернат. Отметим, что в новом учебном году, 1 сентября, ученица бийского лицея Мария Лебедева поучаствовала в разговоре о важном с президентом России Владимиром Путином. В мероприятии приняли участие 30 школьников со всей страны с выдающимися достижениями в учебе, победителей международных олимпиад и конкурсов. Десятиклассница из Бийска отмечает, что для нее участие в разговоре с президентом стало непередаваемым опытом. По возвращению в родной лицей Мария Лебедева провела в своем классе урок разговора важном, где рассказала одноклассникам о том, как прошла встреча с президентом, а также о тех возможностях, которые имеют все школьники страны для проявления себя в различных направлениях. Осень уже вступила в свои права. Это значит, что пора постепенно менять гардероб. Начать стоит с обуви. С 4 по 10 сентября удобную и комфортную пару для ножек можно подобрать на выставке распродажи белорусской обуви, которая ждет своих покупателей в торговом центре «Созвездие». Покупка демисезонной обуви отнимает немало времени. Многим важно найти недорогие, теплые, непромокаемые и при этом качественные модели. Такие ботинки или сапожки легко можно подобрать на выставке распродажи белорусской обуви. Третий раз беру и очень-очень удобная и для широких ног, и для узких ног. В таких ботинках не страшна осенняя слякоть. Ноги останутся сухими. На выставке распродажи представлена качественная фабричная женская и мужская обувь, выполненная в сдержанных цветах. Данная модель изготавливается на специальных анатомических колодках увеличенной полноты, поэтому она не давит на мягкие ткани и суставы. Модель имеет дополнительную водоотталкивающую поверхность. Подошва вулканизирована на литиевой основе, что делает обувь влагостойкой, а также легкой и гибкой. Спорты классика – широкий размерный ряд. Здесь каждый найдет свою пару обуви. Качественная белорусская обувь ждет вас в торговом центре «Созвездие». Чтобы осень не разочаровала, а дождливая погода и холод не мешали наслаждаться этой поэтичной порой, нужно просто правильно к ней подготовиться. Пришло время утепляться. О бейчанах позаботились в магазине верхней одежды «Ермак». Одежда на осенне-зимний сезон должна быть, во-первых, прочной, во-вторых, защищать своего владельца от ветра и дождя – обязательных атрибутов этих времен года. Среди популярных требований покупателей – красота и разнообразие фасонов и цветовой гаммы. Большой размерный ряд – удобство. Верхнюю мужскую и женскую одежду на любой вкус и цвет вы найдете в магазине «Ермак». Размерный ряд – от 42 до 74. Весь сентябрь на новую коллекцию скидка 20%. За новой одеждой в «Ермак». А теперь о погоде. Спонсор прогноза погоды – страна «Гемотест». Это программы для всесторонней проверки здоровья. Базовые чекапы, анализы на витамины и минералы, анализы при стрессе, а также специализированные программы для детей и беременных женщин. Для участников программ предусмотрены консультации врачей и специальные скидки. Принимайте все близко к сердцу. Проверьте сердце и сосуды за 290 рублей по программе «Страна Гемотест». Подробности на гемотест.ру 8 сентября в Бийске облачность с прояснениями. Ветер слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха будет повышенной. Магнитное поле Земли – спокойное. Ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 16, плюс 18 градусов тепла. И это все новости на сегодня. Если у вас есть актуальные темы, предложения, злободневные вопросы, сообщайте нам, мы постараемся вам помочь. Телефон нашей редакции 313-507. А также ищите нас в социальных сетях, оставляйте комментарии. Хорошего завершения рабочего дня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова